Споры идут веками. Конфедерация и сопротивление. Кого же из них нерфят больше? Сейчас мы узнаем, какую фракцию разработчики любят больше и почему биф завиновен. И начнем мы с самых поднагодных самых первых обновлений сервера. 12 июля 2016 года. Первое, контейнеры это не важно, не интересно. А вот второй пункт. На 15-20% снижено время перезарядки орудия бронительных сооружений, ракетной башни конфедерации и стационарной пушки сопротивления. Это должно способствовать более эффективному использованию этих зданий для обороны базы. Вы еще в 2016 году не представляли, насколько будет эффективна ферма. 15 июля 2016 года. Помимо этого, сегодня был обновлен сервер и внесли некоторые изменения в баланс. Молоты подорожали на 10% и замедлили с производства на 2 секунды. 15 июля 2016 года. Произошел нерф молота. Молот начали нерфить намного раньше, чем мапать. Рома заявил, что Бивза сейчас идет на первом месте в туре, и это, мол, неправильно. Он себе там баланс под себя сделал. Самый первый юнит, который будет нерфлен в этой игре, это молот. Так что те, кто спорят, вот вам факты с официальной группой разработчиков. Самое важное, это комментарии самого важного сопротивления этой игры. 15 июля 2016 года. Артем. Это обращение к одному из разработчиков. Шикарное одно. И в плане серверных изменений, и в плане настроек графики аватарок. Продолжайте в том же духе. Ну, конечно же, молота начали нерфить. Почему же не продолжать в том же духе? Но ты утверждал, что молот начали сначала апать, а потом нерфить. И броненосец начали нерфить раньше, чем молот. Вот тебе и все факты. Молот самый первый юнит, который был занерфлен в этой игре. Очень интересный пост. Почему играть за сопротивление выгодно? Сейчас примерно 60% игроков выбирает конфедерацию. Неважно. Среднее время ожидания противника. Минное время за конфедерацию 80 минут за сопротивление 1-3 минуты. Только поэтому у нас добавили однофракционные бои. Это испортило всю идеологию нашей игры. 28 июля 2016 года. Увеличена награда. Время включения матчинок. Интересно. Гранатометчик влияет на меткость при прокачке. Увеличена. На полклетки прокачка дальности броненосца. Самый важный факт. Молот начали нерфить. Броненосец начали апать. Вот и все. Обновление 7 октября 2016 года. Изменения по фракциям. Конфедерация. Штурмовик увеличен скорость передвижения. Сниженная эффективность подствольника. Вот и пошел нерф нашего штурмовика. Дес. Жизнь плюс 200. Мясо против Ягахама. Грат. Минус 1 КО. Ненужная вещь. Дикобраз. Стоимость минус 40 КО минус 1. Жизнь плюс 200. Вот пошел ап. Имбы. Все эти изменения должны уравнять. Или по крайней мере снизить выявление дебаланса фракций боев, а также увеличить возможность противоборства различными тактиками. О, вы даже не представляли в 17 году, насколько тактики аферной будут различны. И самый важный комментатор сопротивления в игре. Все норм, кроме ракетницы градов. Мамонтов бы лучше. И было бы вообще норм. Седьмой октября 2016 года. Ты не представляешь, насколько дальше тебе будет норма с мамонтами. 27 октября 2016 года. С сегодняшнего дня внесены следующие изменения в балансе фракций. Егор, время производства минус 7 секунд. Мамонт, время производства минус 5 секунд. Вот и пошел. А мамонта, как ты и просил улучшить. Что вам пехота конфедерации сделала? Сколько раз мерфите уже ее? Ты даже не представляешь. Конфедерацию постоянно мерфит. И комментарий самого главного сопротивленца в этой войне. Все отлично. Энергия Казаром выровнена. Ну и пусть. Но все же град 4 КО, 8 ракет. Мамонт 5 КО, 2 ракеты. Дальность, дальностью. Но если бы хоть немного поднять мамонту, либо мощность, либо скорострельность. Было бы справедливо. Имха. О да. 1 ноября 2016 года. Сегодня был обновлен игровой сервер. В этом обновлении. Базовая дальность града атаки. Плюс одна клетка. Мамонт. Требует 4 КО вместо 5. Ну, а как и ты писал. Запомните этот момент. Мамонт 5 КО. 2 ракеты. 27 октября 2016 года. Пустя 4 дня. 1 ноября 2016 года. Сегодня был обновлен игровой сервер. В этом обновлении. Мамонт требует 4 КО вместо 5. И кто же у нас любимчик разработчиков? И кто же им подсасывает? Даже не знаю. И опять коммент под этим постом самого главного сопротивленца. Эй, ребят, в чем прикол? Бусты удешевели и делали их за зелень. Какая? Донатная яма. Вы о чем? Дичь теряете. Не могу. Буст 25 зелени. Это же смешно. О, а сейчас-то тебе смешно? В нынешнем балансе. И прошло долгое время. 23 января 2017 года. С последним обновлением сервера отнесены следующие изменения баланса. Увеличена максимальная прокачка КО. Град и мамонт. Прогрессивная прокачка снарядов. То есть каждый следующий апгрейд приносит больше. Ну, увеличиваем мамонту. Вон, мамонт. Увеличена прокачка меткости. 60 до 50. Прокачка время перезарядки с 80 до 75. Ну, неужели аппаем еще? В целом, я считаю неплохо. Еще бы. Мамонта уже аппнули. 20 апреля 2017 года. С перезапуском сервера отнесены следующие изменения. Град. Величена прокачка урона по средней броне. Уменьшена прокачка урона по тяжелой броне. И мамонт. Урон по средней броне плюс 40. По тяжелой броне плюс 50. О, очередной апп мамонта. И здесь комментариев под постом не было. Хм. Наверное, потому что уже очень много аппает. Четвертый раз подряд. Да неужели. Стоя июля 2017 года. Сегодня были внесены следующие правки в баланс. Сопротивление. И мамонт. Увеличена прокачка скорости плюс 5. Увеличена прокачка времени наведения. При прокачке сильнее сокращается время наведения. Нужен апп на ли время наведения? Неплохо. Пятый апп подряд. Наведение мамонта порадовало? Да неужели. Но это потому что его аппает уже пятый раз подряд. На протяжении двух лет. Града привело ужас. Ну конечно же. Град просто не достреливает за счет двух лет от разницы в дальности артиллерии. Он и так довольно быстро стреляет. Ну и мы пришли к самому финальному. Самому утверждающему. Обновлению 28 сентября 2017 года. Дальше. Последующий 2018 и нынешний 2019 год. Уже нечего смотреть. Большое обновление баланса. Кому интересно можете поставить на паузу и прочитать все данные. Как бы в этом курсе. Кому лень не стать. Факты факты. Кому интересует последующие прокачки можете поставить на паузу и прочитать все полностью. Сопротивление. Самое интересное. Мамонт. Увеличено. 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 Время. Увеличено. Увеличено. Увеличена скорость передвижения на 10%. Увеличена прокачка маневренности. Увеличена базовая меткость. Время при зарядке минус 1 секунда. Увеличена прокачка радиуса взрыва на старших рангах. Увеличена прокачка передвижения с 2 до 5 апгрейдов. О, неужели прошел еще один апп. Шестой за всю игру. Увеличена. Увеличена сам полосе щит. Мамонт. Ну, ягахам. И зевса щит. Что ты видишь чаще в этой игре? Знаете, к чему мы теперь придем? Потому что в конфу нерфили, собрал аппали. Все про аппаны, все это знают. И тот мега-комментатор, который очень много топил, он понимает, что он пир-да-бол. А разработчики гандоны и конфу начали нерфить первой, начиная с молота. Вот и вся истина. На этом все. Просылайте всем видео, чтобы все увидели, кого как аквали и нерфали. Кому интересно, это официально, с официального источника группы разработчиков ВКонтакте. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok